Здравствуйте, садовые герои! С вами Самоленко Наталья. Думаю, что многие слышали о клематисах. Уверена, что у многих он растет на участках. Но мало кто знает, что клематис не обязательно должен быть лианой, а вполне может быть крупным или не очень крупным многолетником. Вот о таких клематисах мы сегодня и поговорим. Начать хотелось бы с цельнолистного клематиса. Его родина – Центральная Восточная Европа, Китай, Малая и Средняя Азия. На бескрайних просторах России цельнолистный клематис можно встретить в Алтайском крае. Несмотря на то, что в современных садах это растение редкий гость, первые упоминания об этом растении можно встретить еще в 16 веке. Это и неудивительно. Цельнолистный клематис красив, неприхотлив и устойчив к различным заболеваниям. Единственное, что он не переносит, но это касается всех клематисов, это застои влаги. Если у вас проблемы с дренажом, то боюсь, что корневая система просто вымокнет. А так, особых проблем это растение вам не предоставит. Цельнолистный клематис цветет на побегах текущего года, предпочитает солнечные места, но при этом мирится с легким затенением. Он абсолютно морозостойк и не нуждается в зимнем укрытии на зиму. А как цветет? Вы только посмотрите на это чудо. Цветки похожи на нежные, паниклые колокольчики, только что сошедшие с картины художника. Но, в отличие от других видов, у него нет обвивающих листовых черешков. Напомню, это не лиана. Однако опора ему все-таки понадобится. В противном случае куст разляжется у вас на клумбе и будет выглядеть очень неряшливо. Побеги очень тонкие, при этом около метра, а иногда и полутора метров в высоту. Кустарник просто не может сам себя держать, особенно если он весь усыпан цветами. Именно по этой причине садоводы все больше и больше отдают предпочтение карликовым сортам, которым не нужна громоздкая опора. Где можно использовать это растение? Им можно оформлять небольшие склоны, высаживать куртинками на газоне. В монопосадке, на мой взгляд, они будут смотреться гораздо интереснее, чем с другими растениями. Но это, на мой взгляд, вы, возможно, найдете ему соседей, рядом с которыми он еще больше заиграет. С еще одним видом клематиса, совместившего в себе мощь геркулеса и изящество привычного нам клематиса, вас познакомит Денис Баташев. Все мы знаем, что клематисы – это лианы. Но, оказывается, лианами они являются не всегда. Например, клематис интегрифолия чельнолистный, он растет либо как не очень устойчивый кустарник, либо как просто травянистое растение. Но стебли у него не очень прочные и полегающие. Это клематис борщевиколистный, сорта чайного пепла. Цветки у него будут пурпурные, при этом он абсолютно устойчивый. Ему дают третью зону. То есть он должен выносить морозы до минус 36 градусов Цельсия. Совершенно спокойный. То есть в наших условиях он будет абсолютно устойчивым. Так что сам факт того, что клематисы у нас бывают не только лианами, но и просто травянистыми растениями, очень интересен. Но, кроме того, обратите внимание, насколько компактный, плотный куст он образует. И, в принципе, он может заменять любое крупное травянистое растение, при этом еще и цветущее. Зацветает он в августе, похоже, судя по всему. У нас этот сорт первые мы высадили в этом году и будем за ним наблюдать. Ну, естественно, размножать. Пока мне очень нравится, как он нарастает. Дал достаточно много отпрысков и его можно делить без всяких проблем. Зацветет, я думаю, судя по тому, что какие у него сейчас бутоны, недели через две. То есть цветение основное придется на конец августа, начало сентября, когда не так много цветущих растений, тем более ярко-ярко-синего цвета. К рассказу Дениса добавлю только, что борщевик и листный клематис достигает полутора метров высоту. Предпочитает солнечные места или легкую рассеянную полутень. Почву предпочитает плодородную, слегка влажную, но не заболоченную. Зимует без укрытия и, что самое главное, зацветает с конца августа-начала сентября. Как раз в то время, когда не хочется прощаться с летом, а хочется продолжения цветений, ярких цветов и красок. Вот на этом все. До скорых встреч. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте комментарии.